Как наложить жгут? Теперь полученные в своей родной школе на уроках ОБЖ знания Константин может отточить на практике. Материально-техническая база это позволяет. Два кабинета для уроков и каворкинга школьников оснащены по последнему слову техники. На уроках ОБЖ ребята научатся на манекенах оказывать первую помощь при удушении, делать непрямой массаж сердца и останавливать кровотечение. Для любителей информатики есть возможность попрактиковаться на удобных портативных ноутбуках, а на уроке технологии научиться запускать квадрокоптеры, печатать на 3D принтере с лазерной гравировкой по дереву и собирать роботов. Ну и про столярные работы не забыть. Электрические лобзики, шуруповерты, всякие бормашины, то есть инструменты, которые позволяют выполнять работу на совершенно ином уровне. Соответственно, это оборудование нового поколения, это технологии, которые новые. И в большинстве школ просто такого даже нет. Но прежде чем посадить детей за парты, учителя сели за них сами. Летом прошла очная сессия во Владимире в рамках федерального проекта. В октябре месяце у наших учителей, у учителей ОБЖ, информатики, технологии, будет сначала дистанционное обучение, то есть заочная сессия, а потом они поедут, разъедутся по точкам роста уже по всей стране. Центр будет работать и после уроков. Дети смогут играть в шахматы и в свободном медиапространстве создавать проекты. В Одинцовском округе таких кабинетов открыли четыре, еще два в Каренском. Тем самым внеурочной деятельностью смогут заниматься более тысячи учеников сельских школ. Наши дети хоть и находятся на территории сельского поселения, и у нас считается сельская территория, но Москва все-таки рядышком, и наши дети они продвинутые. И казалось бы, там ни айпадом, ни ноутбуком их не удивить, но сегодня увидел, когда школьники шестой класс, это все-таки уже дети подготовленные, с каким энтузиазмом они все рассматривали. Проект «Точка роста» рассчитан на сельские школы в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» и национального проекта образования. В Подмосковье одновременно открылись 77 образовательных центров. В них смогут проходить обучение более 30 тысяч детей.